Винная карта специально для туристов. Отдыхающих на Ставрополье теперь будут привлекать и с помощью виноделия в Краевом Центре. Сегодня презентовали новый туристический маршрут по местам производства благородного напитка из винограда. На очереди создание аналогичных туров, но уже по разным районам края. Сами виноделы идею поддержали. Леонид Нечапуренко о новом способе отдохнуть, чрезмерное увлечение которым может навредить здоровью. Вот это вот давилка. Этой давилке, ребята, знаете, лет, наверное, уже 70. Это давилка моего деда. Мой дед еще давил этой давилкой виноград, делал вино. Сергей умеет заинтересовать слушателя не хуже профессионального экскурсовода. И совсем скоро ему это пригодится. У Сергея две страсти – виноделие и самовары. Музей самоваров он готовится открыть на базе своего небольшого винодельческого хозяйства через несколько месяцев. Встречать гостей будут чаем, а провожать уже благородным напитком. О нем, кстати, мужчина может рассказывать бесконечно. И главное, как красиво. Вот это вот молодое вино. Оно еще, как говорится, так и не созрело. Но уже, уже видите, как она пузырьки прыгает. Видите? А это знаменитый завод «Стрижамент». Здесь уже несколько лет регулярно принимают группы туристов и проводят для них специальные экскурсии. И вовсе не для дополнительного обогащения. Для предприятия это, в первую очередь, вопрос имиджа. Тут заинтересованы, чтобы как можно больше гостей лично убедились, что их производство высокотехнологично, а все напитки изготавливают из натуральных продуктов. Мы проводим большое количество экскурсий. Помимо производства, мы также показываем наш музей. У нас на заводе есть музей, который практически включает не только историю самого завода «Стрижамент», но и историю виноделия на Северном Кавказе. «Стрижамент» станет одной из точек большого винного тура, который разработали в Ставрополе и презентовали участникам семинара. В маршруте четыре пункта. Сначала Ставрополь-Виноград-Пром, потом уже опытный в работе с туристами «Стрижамент». После магазин «Вина Просковея» и «Ставропольский пивоваренный завод». Участникам такой экскурсии явно стоит быть осторожными на дегустации, ведь крепкий алкоголь, вино и пиво не рекомендуют смешивать в больших количествах. Сегодня винные дороги существуют у нас. Это Просковея, это Левокумский район, это сегодня дороги на КМВ существуют. Но опять-таки хотим больше, конечно, поэтому сегодня мы активно, скажем так, информационно развиваем это направление, чтобы сегодня люди знали, что они есть, эти дороги, и активно ими пользовались. У Михаила Колесникова виноградники в Петровском районе. Недавно со своим вином он ездил на форум в Грузию, и там этим напитком заинтересовались французы из легендарной винодельческой Бургундии. Летом они собираются в гости на Ставрополье. Но Михаил готов встречать и принимать и других гостей-туристов. Это и есть та возможность, когда человек может увидеть сюда. Вот есть человек, вот его виноградники, есть то вино, которое можно сделать в том объеме, которое позволяет тот, ну скажем, тот виноградник, который он возделывает. Вот это самое главное. Я считаю, что это большое начало, это хорошее начало в развитии такой отрасли, как виноделие, качественное виноделие. Виноделы уже обратились к ведущим туроператорам региона. Идет совместная работа, чтобы винные туры по разным территориям края сформировались, обрели популярность и стали бы одной из визитных карточек туристического Ставрополья. Леонид Нечапуренко, Анна Поляруш, Антон Поляков. Ставропольское телевидение.